Что интересного в Выборге? На этот раз не Выборгский замок и не часовая башня, а поговорим про восточно-выборгские укрепления. Восточно-выборгские укрепления это комплекс оборонительных сооружений к востоку от центральной части Выборга и расположены эти укрепления на возвышенности, которая называется Батарейная гора. Возведены они были в 1863-1870-х годах. После Крымской войны крепостные сооружения вокруг городов стали строиться по-новому с расчетом на круговую оборону. Выборг же в результате сноса устаревших сооружений рогатой крепости остался незащищенным с востока. В апреле 1863 года военный министр Милютин подал императору Александру II докладную записку о необходимости устройства заграждений в 12 верстах от города. В июне 1863 года в письме генерал-инспектора появилось упоминание о намеченном на 1864 год строительство нового пояса укреплений вокруг Выборга. По его проекту годом позже начались работы по возведению новых укреплений, получивших последствия названия «Восточно-выборгским». Проект предусматривал постройку четырех отдельных редутов с погребами для боеприпасов, трех промежуточных батарей и передового сооружения в виде бастионного фронта. После постройки восточно-выборгских укреплений Холм получил название «Батарейной горы». 1864 год – это время основных работ по постройке восточно-выборгских укреплений. Особую трудность представляло устройство рва. Оно осуществлялось способом взрывания скалы. И поныне на срезах гранитных массивов можно видеть частые скважины от бурения, куда закладывалась взрывчатка. В непосредственной близости от установленных орудий в редутах и батареях построили еще семь расходных пороховых погребов. Для сообщения между отдельными элементами крепости соорудили выложенный из кирпича подземный коридор, перекрытый сводом. Кроме отмеченных четырех редутов, трех батарей, пороховых погребов, число построек восточно-выборгских укреплений входил еще ряд зданий и сооружений. Пять деревянных сараев для хранения боеприпасов, казарма в виде бревенчатого сруба, два запасных пороховых погреба, рассчитанных на большие запасы пороха, пять караульных домиков и пять каменных колодцев. В документах того времени отмечается высокое качество строительных работ. Своды пороховых погребов были оштукатурены и побелены. Особой добротностью отличалась столярка, двери, окна, стеллажи. Восточно-выборгские укрепления возводили более 10 лет. Они обошлись государству в сумму, превышавшую миллион рублей. К 1885 году на восточно-выборгских укреплениях было размещено 123 орудия. К 1892 году количество орудий было доведено до 179. В 1905 году со стороны города появилась декоративная зубчатая стена из красного кирпича с бастионами и прорезями в виде бойниц. Возвели ее как ограду для военных складов, ну и как эффектную деталь городского пейзажа, а вовсе не как средство обороны при боевых действиях. В следующий раз о восточно-выборгских укреплениях вспомнили после русско-японской войны 1906-1907 года, когда на их базе было решено создать опорный пункт обороны и были построены кухня, жандармский домик, кирпичная стена с тремя воротами и гранитная стена с двумя воротами. Однако к 1918 году восточно-выборгские укрепления уже устарели морально. Их передали городу и начали срывать. В 1920-1930 годах были срыты право-фланговые укрепления, прилегающие к Выборгскому заливу, и лево-фланговые, прилегающие к железной дороге. Наиболее важное историческое событие, связанное с восточно-выборгскими укреплениями, это гражданская война в Финляндии. Когда Выборг, последний оплот рабочего правительства и Красной Гвардии оказался в окружении, контрреволюционеры, находившиеся в городе, напав на охрану, освободили пленных белогвардейцев, содержавшихся в замке. Вместе с ними они захватили восточно-выборгские укрепления. 25 апреля 1918 года красногвардейцы выбили оттуда белогвардейцев. Чтобы хранившиеся там боеприпасы, принадлежавшие бывшей царской армии, не достались врагу, их решили взорвать. Огромной силой взрыв потряс тогда Выборг и повлек большие разрушения крепости. На восточной позиции 28 февраля 1940 года было остановлено наступление Красной Армии во Зимней войны. Финны удерживали эту линию вплоть до заключения мира 13 марта. В советское время Батарейная гора стала естественной границей между кварталами исторически сложившейся застройки Выборга и новыми микрорайонами, возведенными в 1960-х, 1980-х годах. Восточно-выборгские укрепления можно по праву назвать неизвестной крепостью Выборга, к тому же созданной по проекту гения русской фортификации Эдуарда Ивановича Тотлебина. В настоящее время наибольший интерес посетителей привлекают сохранившиеся гранитные стенки рва, выложенные камнем, разваленные сооружения и входы в подземелья, которые манят своей таинственностью. Большая часть укреплений заросла деревьями и кустарниками, которые скрывают грандиозность военно-инженерных сооружений. Но если вы найдете время побродить там, то, конечно, все увидите и все почувствуете. К сожалению, восточно-выборгские укрепления в целом в довольно запущенном состоянии. А так хотелось бы увидеть здесь чистые отреставрированные памятники истории, чтобы обычному туристу легко можно было бы и эко-маршрут пройти и соотнестись с историей и духом этого места. Вот такое вот удивительное историческое место. Поэтому, если будете в Выборге, обязательно зайдите в этот парк, погуляйте, понаблюдайте. Можно даже полазить где-то. И я думаю, что это время точно не будет для вас потрачено впустую. Ну, а мне остается только пожелать всем мира, добра и побольше замечательных путешествий. Субтитры сделал DimaTorzok